добрый день с вами максимум пиров и обзор самых интересных на наш взгляд событий произошедших за последнюю неделю в российской арктике сегодня в выпуске в мурманске закрывают самый северный в мире океанариум школьников из нарянмара развезли по домам на вертолетах в карелии открыли необычный памятник внуку матроса с 1 января закрывается самый северный в мире океанариум расположены в мурманске причина в том что он не соответствует требованиям нового закона об ответственном обращении с животными по новым правилам в океанариуме необходимо расширить сухие площадки установить дорогостоящие оборудование для очистки воды и провести ремонт кровли и внутренней отделки но переходный период во время которого организация должна была создать для животных соответствующие условия пришелся на пандемию так что за последние два года океанариум просто не смог заработать денег на модернизацию собственник обсудил этот вопрос с губернатором региона и тот пообещал помочь если ему в январе предоставят концепцию реконструкции старого помещения или строительства нового но конкретные источники финансирования не назывались поэтому сейчас сотрудники океанариума на всякий случай подыскивают для своих питомцев новое жилье мы общались с нашими коллегами это возможно это карелия возможно это вообще будет краснодарский край ну были их туда вообще нежелательно наших северных вот ну пока вот вопрос скорее ли решаем они готовы но опять же там надо подготавливать воспитанников школы-интерната в нарианмаре развезли по домам на новогодние каникулы многие из них живут в отдаленных поселках и стойбищах добраться до которых можно только на вертолете поэтому компания по отправке учеников к родителям длилась целую неделю последними отправились домой школьники из поселка бургино который находится на одном из островов баренцева моря как правило в северных поселках есть только начальные школы а после четвертого класса детей увозят в городской интернат домой они приезжают только два раза в год на летние и на зимние каникулы всего перевезено 156 ребятишек погода нас в этом году не подвела но у нас были переносы западного направления связи с тем что были введены ограничения режима полетов так в этом году все замечательно в ямальском поселке ярселе завершился гастрономический фестиваль ямальская строганина 2021 участникам конкурса нужно было приготовить блюда из сырой рыбы и мяса на приготовление мяса отводилось 5 минут рыбы 8 победителями фестиваля стали местные жители елена лаптандер и валерий вануйта по результатам народного голосования лидером признан салихардец валентин вальгамов среди членов жюри был шеф-повар одного из ресторанов города сочи во время мероприятия он приготовил блюда с использованием и южных и северных продуктов совместил черноморскую устрицу и сердце оленя меня впечатлила больше подача с кровью потом варенье и джемы которые подавали ребята они были не традиционными и не классическими для здешних народов и это было достаточно интересно в поселке матросы республики карелия открыли необычный памятник посвященный истории основания поселения он изображает крестьянина 19 века с граблями и матросской фуражкой по некоторым данным раньше на этом месте была деревня которая называлась у матроса местные краеведы считают что название поселка берет свое начало от родового прозвища его основателя дед первого жителя деревни захара казмина был отставным канонером то есть когда-то служил на канонерской лодке это грибное судно оснащенное артиллерийским вооружением которая предназначена для ведения боевых действий на озерах реках и в гаванях работа над созданием монумента шла около трех месяцев скульптор говорит что основная сложность была в создании эскиза и композиции сначала там было он с косой был все но потом отвергли косу тем более пандемию город как-то не то и все и вот решили с граблями тут думали что и собачка может быть еще что-то в общем искали композиции все искали здесь место где в каком месте в поселке поставить вот нашли хорошие как раз точки восприятия там с одной стороны дороги издалека видно там за 300 метров в деревне вылип республики коми построили полностью автоматизированную молочную ферму на реализацию проекта потратили 70 миллионов рублей сейчас в коровнике 88 голов скота а предельная нагрузка рассчитана на 140 именно такой рост поголовья здесь ожидают к лету благодаря автоматизированным системам в коровнике теперь могут работать всего четыре человека два оператора зоотехник и ветеринар в ночных сменах необходимости тоже нет с помощью систем видеонаблюдения специалисты контролируют все происходящее на ферме прямо из дома коровы у меня красавицы они спокойно быстро привыкли я даже удивилась я потом уже работникам сказала коровы привыкнут лишь бы вы привыкли к новой все равно ведь компьютер следите за роботом это новшество 11 отдаленных районов якутии получили передвижные медицинские комплексы они собраны на базе автомобилей камаз которые адаптированы к низким температурам и передвижению по бездорожью комплексы укомплектованы дефибрилляторами электрокардиографами автоматическими анализаторами гемоглобина глюкозы и холестерина а также гинекологическими креслами в январе такие же медицинские автомобили получат еще три района все комплексы приобрели в рамках национального проекта здоровья на эти цели из регионального бюджета выделили двести тридцать пять миллионов рублей такой техники не было это вот действительно первый раз мы закупили и в таком количестве для районов республики это очень хорошо и хорошо что вот год здоровья завершается именно таким очень хорошим событием и в принципе это необходимо для доступности населения республики медицинской помощью медицинской диагностикой на этом все увидимся с вами на следующей неделе ставьте лайки оставляйте свои комментарии под этим видео и рассказывайте чтобы вы еще хотели узнать про арктику с новым годом всего вам доброго и до свидания